Десногорск Думаю, что вы все, и родители, и учителя поняли, какие талантливые дети живут в городе Десногорске. Литературный праздник в Доме детского творчества. Создавая общественную детскую организацию, мы основывались на той доброй традиции, которая существовала в нашей школе уже долгие-долгие годы. Детская общественная организация «Радуга» подвела итоги. Десногорске открыли летний баскетбольный сезон. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Международный день музеев отмечается 18 мая. В Смоленске стартовал двухдневный семинар руководителей общественных и частных музеев региона. Участники семинара прослушали лекции, поучаствовали в мастер-классах и круглых столах. В ходе семинара обучение прошли 30 руководителей музеев, при школах, клубах, библиотеках и домах детского творчества области. Наш Десногорск присоединился тоже. 20 мая Десногорские музеи присоединились к международной акции. Гостей встречали историко-краеведческий музей и музей поискового движения. Все подробности далее. Двери музеев для посетителей были открыты с 11 часов утра. Кроме того, в этот день состоялся традиционный особый праздник – День дарителя. В этот вечер отметили трёх. Сергей Колпаков подарил музею старинный стяг с призывом «Пролетарий всех стран соединяйтесь» и «Монеты довоенных времён». В музее уже у нас сложилась богатая нумизматическая коллекция. Я надеюсь, что они найдут такое достойное место в нашей коллекции. Самый активный даритель, который сотрудничает с музеем на протяжении уже трёх лет, Александр Кузькин в основном пополняет фонд музея атрибутами быта крестьян. В этом году принёс в дар деревянную кровать. А Олег Дарминдонтов, заместитель командира поискового отряда «Обелиск», занимается оформлением и пополнением экспозиции Десногорского музея поискового движения. Хочу сказать слова благодарности музейным работникам, директору музея за нашу совместную работу, за совместные выставки в музее, за долголетний труд. Огромное им спасибо. Чита Десногорских художников Власовых подарили музею две свои работы. Это портреты ветеранов Великой Отечественной войны Николая Тимофеева и Октябрины Каноненко. Все дарители ценных экспонатов получили благодарственные письма от Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике города и свидетельства за участие. В Смоленской областной филармонии презентовали программу Всероссийского фестиваля имени Михаила Глинки. Это старейший музыкальный форум в России в этом году. Он пройдёт в 60-й раз. На открытие приедет российский музыковед Жанна Дозорцева. На фестивале выступит Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь, Московский театр «Новая опера» имени Евгения Колубова, центральной будет концертная программа оперы Русланы Людмила. Всего в программе фестиваля более 20 концертов, в которых примут участие ведущие коллективы из Москвы. Выступления пройдут не только в Смоленске, но и в Вязьме, Ершичах и Глинке. Завершится фестиваль 5 июня. 4 мая в Доме творчества Десногорска прошёл литературный праздник «Лишь слову жизнь дана». Этим мероприятием завершился творческий конкурс. Все подробности в нашем следующем сюжете. За прошедший учебный год в литературно-поэтическом конкурсе приняли участие 38 школьников с 5 по 11 классы. По условиям творческого соревнования конкурсанты должны были представить стихи, сказки или рассказы только собственного сочинения. Жанр участники выбирали сами. Главное, чтобы произведение было неординарным и интересным. И действительно, детское творчество поражало воображение судей и зрителей. Этот праздник, конечно же, имеет большое значение именно в выявлении и поддержке одарённых и талантливых детей. Очень важно выявить ребёнка и дать ему стимул для того, чтобы он дальше начал развиваться. А творческие дети – это нестандартно мыслящие дети, которые потом способны изменять нашу жизнь к лучшему. Победителями в различных номинациях стали 27 школьников. Они получили дипломы лауреатов. Остальные получили грамоты участников. В Туле проходит 25-я юбилейная Всероссийская студенческая весна. На мероприятие съехались 3000 студентов из 85 регионов России. Смоленскую область представляет танцевальный коллектив «Смайл». Всего 7 творческих конкурсов – от вокала и танцев до журналистики и проектов региональных программ. Оценивают команды известные артисты театра и кино, телеведущие – представители российской эстрады и шоу-бизнеса, среди которых Егор Дружинин, Эдгар Запашный, Сергей Безруков и другие. Победителей 18-го ежегодного областного конкурса по веб-проектам в сети интернет наградили в Смоленске. Участниками мероприятия стали не только школьники и студенты, но и творческие коллективы учебных заведений региона. На суд жюри был представлен 61 проект. Лучшими стали работы коллектива средней школы номер 10 города Смоленска и индивидуальный проект Людмилы Лизеевой из Кирилловской средней школы. Участники продемонстрировали не только хорошие навыки веб-программирования, но и удивили жюри уникальным контентом. Победители и призеры были отмечены дипломами и ценными призами от администрации Смоленской области. Детская общественная организация «Радуга» имени Алексея Архипова и участники программы духовно-нравственного воспитания «Россия молодая» подвели итоги работы за год. 19 мая является традиционным праздником Всесоюзной пионерской организации. На мероприятии ребята-участники игры путешествия «Овеин чудной красотой» смогли представить специальную интересную информацию о пионерии. Всего было представлено 4 работы. Ежегодно в ряды детской общественной организации «Радуга» вступают десятки ребят. Вот и в этом году эстафету поколений приняли 11 школьников. В общественную организацию нашей школы вступают самые лучшие дети. Они успешны в учебе, они с явной выраженной сильной патриотической позицией, они совершают добрые дела, они хотят быть активными участниками наших мероприятий. И это для них такое поощрение быть членом общественной организации «Радуга». Вновь вступившим в ряды организации трое активистов школы в торжественной обстановке повязали галстуки и одели пилотки. А это значит, что ребята готовы творить добрые дела. Мне всегда хотелось делать добрые дела. И когда делаешь доброе дело, у тебя потом остается такой большой запас хороших воспоминаний, что хватит надолго. Завершился итоговый сбор 2016-2017 учебного года песни гимном детской школьной общественной организации «Радуга» имени Алексея Архипова «Дорогую добра». По Смоленской области продолжает курсировать автопоезд здоровья. Сейчас он находится в Еленском районе. В течение трех дней он остановится в разных сельских поселениях. Автопоезд здоровья открывает свои двери рано утром и работает до последнего пациента. Проверить свое здоровье и проконсультироваться у основных врачей-специалистов смогут сотни жителей. В Смоленской области растет число пострадавших от укусов клещей. Более 330 человек обратились в медицинские организации с начала 2017 года. Среди них 126 детей. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области за неделю исследовано 18 клещей, снятых с людей. Все результаты отрицательные, отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области. Специальная противоклещевая обработка проведена на территории около 90 гектаров. Из них большая часть в летних оздоровительных лагерях. Россельхознадзор с 19 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию сухого молока, сыра и масла, произведенных несколькими предприятиями Белоруссии. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ранее выражала обеспокоенность случаями поступления в страну животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм. Однако белорусская сторона не отреагировала на официальное обращение Россельхознадзора должным образом. Белоруссия обеспечивает до 90% российского импорта молочной продукции. Большой поток грузов следует через пункт Красная Горка в Красненском районе Смоленской области. В завершении выпуска новости спорта в минувшую пятницу в Десногорской музыкальной школе прошло родительское собрание, на котором руководители баскетбольного проекта «Динамо Росатом» познакомили родителей юных баскетболистов нашего города с программой, которая будет работать в летние каникулы. Программа рассчитана на три месяца и начнет работать с июня. Сейчас в баскетбольном проекте, который был инициирован директором концерна «Росэнергоатом» Андреем Петровым, принимают участие более 180 десногорских школьников. Баскетбол прочно вошел в спортивную жизнь Десногорска. Команды «Кэсбаскета» пополняются год от года, поэтому открытие летнего сезона 2017 стало настоящим праздником для юных спортсменов. 20 мая на баскетбольной площадке РОО и ДЦ «Смоленская АЭС» прошло торжественное открытие летнего баскетбольного сезона. Движение «Кэсбаскет» ширится в Десногорске. В настоящее время в каждой школе существует баскетбольная команда. Приветствовал спортсменов глава города Андрей Шубин. Сегодня мы с вами открываем летний сезон баскетбола. Я желаю вам удачи в этих соревнованиях. И прошу вас считать открытым планета баскетбол «Оранжевый атом». От коллектива «Смоленская АЭС» баскетболистов поздравил с праздником заместитель директора Анатолий Терлецкий. Сегодня мы открываем новый баскетбольный сезон в нашем городе. Я уверен, что уже начиная с 1 июня, с первого летнего дня, с первого дня каникул, наш стадион не будет пустовать. Вы будете здесь играть в любимую игру, физически развиваться. Не только вы, уверен, придёте и своих друзей, ну и хорошо бы, наверное, и родители, чтобы и они разделили с вами удачу в игре. Во всех школах города во время учебного года прошла первая спартакиада планета баскетбола «Оранжевый атом». По результатам соревнований победителям вручили награды. Первыми получили грамоты и призы лучшие игроки школ с 6 по 9 классы. В командных соревнованиях в разных возрастных категориях кубки получили капитаны школьных баскетболистов. Продолжился спортивный праздник играми команд 3 на 3. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова